Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Здравствуйте, добрый день. Продолжается «Дневной разворот» в Кирове. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Наш сегодняшний гость – отец Георгий Купцов. Да, сегодня отец Георгий нас консультирует по вопросам гадания, ясновидения, предсказания будущего и так далее и тому подобное. И мы сегодня услышали, да, для многих это прозвучит и будет, наверное, удивительно, что православие знает, что существуют люди, которым Господь даёт некую силу видеть, слышать, знать. Но это не десятки и не сотни людей, которые объявляют себя магами-гадалками, стирают нам карму, привораживают любовников, отвораживают, как это правильно сказать, людей, которых мы не хотим видеть рядом с собой. Всё это достаточно забавно, их так много, и этого не может быть. И самое главное, вот самое главное, что же происходит с теми людьми, которые берут на себя ответственность? Давайте мы сейчас попробуем связаться ещё с одним представителем колдовского ордена. Попробуем. Идёт звоночек, да? Один раз у нас уже удалось. Да. Говорит. Ну, пока мы не слышим, да? Видимо, как-то процесс наращивания силы идёт. Алё. Алё, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Вот у меня, вот по моим ощущениям, у меня супруг загулял. Скажите, пожалуйста, можно к вам обратиться? Ну, консультация, 350 рублей, как раз просмотр гуляет, не гуляет, и как с этим можно бороться. А как с этим? Ну, нет, я просто первый раз, я очень хотела бы... Вот я и говорю, что вам расскажут, как с этим, в общем-то, можно бороться. Либо мы вам что-то можем предложить, либо вы самостоятельно можете в данном случае что-то исправить. Ну, я могу только, извините за выражение, лицо девушки набить. Ну, в общем-то, радикально. Ну, это шутка не удалась. Ну, я поняла, я хочу сказать, что спасать это и так, за хорошего человека, между прочим, не так, за суку последнюю, простите, тоже. Ничего-ничего бывает. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда, на ваш взгляд, это лучше делать, утром, вечером, когда к вам можно прийти? Я вам могу сказать, когда есть у нас свободное время, поэтому вы можете выбрать самостоятельно. Хорошо. Если на сегодня есть время на 15.30, дальше время уже идёт, к сожалению, только на среду есть время на 12 часов. Простите, пожалуйста, а как вас зовут? Меня зовут Галя, но вы пойдёте не ко мне. Хорошо, вы знаете, я звоню, я, наверное, давайте сделаем так, сегодня я точно не смогу, а вот на среду, давайте я посмотрю, вы сказали, среда в которое время? 12 часов есть только на среду время. А, полдень, да, а то есть у вас ещё и очередь? Да. А, так много же, это что-то мужики такие блудливые, что ли? Не обязательно. Не обязательно? Или бабы такие, как вы сказали, на бок усы? Всего по чуть-чуть. Всего, всего есть, да. Вы знаете, давайте я вам перезвоню чуть-чуть попозже, я посмотрю, что у меня на среду на 12. Спасибо большое, до свидания. Ну что, ещё один удачный звонок? Да, пожалуйста, никто ничего не стесняется, никто ничего не это самое, вот, посмотрит, кстати, мой покойный муж, насколько там ему здорово, я бы так сказала, прости меня, господи. Вот, давайте попробуем связаться с нашим юристом, Яном Чеботарёвым, потому что я думаю, что уже, уже у нас есть вопросы юридического плана. Собственно, да, почему именно сюда звонят, и люди, я так понимаю, с огромным спектром проблем идут. И у меня есть такое подозрение, что там кое-какие дела подпадают уже под административный кодекс. Вы сами-то были хоть раз? Нет, слава богу. А чё нет-то? Я бы ради любопытства. Да я абсолютно уверен в том, что... Давайте мы попросим нашего оператора потом связаться ещё вот там, где бабушка 100% заговор. Вот попробуем связаться с бабушкой ещё, очень интересно. И тут ещё какая-то предсказательница судьбы Аза у нас есть ещё, тоже очень интересно. Кстати, наш телефон 708-502. Мы ждём ваших звонков. Мы надеемся, что к отцу Георгия у вас есть вопросы. Мы надеемся, что у вас есть свои истории для нас. 708-502. Звоните, мы очень ждём. У нас есть звонок. Есть звонок. У нас Ян Чеботарёв на связи. Ян Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Добрый день. Здоровья вам и всех благ, потому что мы знаем, что вы хвораете. Поправляйтесь быстрее. Нам вас не хватает. Вот. Ян Евгеньевич, скажите, пожалуйста, если вы нас слышали, что происходит на данном этапе? Вот, допустим, мой муж уже более 10 лет как в ином мире, вот. Но люди, которые называют себя гадалками, очень легко приняли историю, что он у меня загулял. И я так подозреваю, что уже есть обман, есть какие-то мошеннические, может быть, действия. Как юрист, оцените, пожалуйста, суть происходящего. Гадалки, это кто? Они обманывают, они собирают с нас деньги. При этом обманывают? Что это? Можно ли их привлечь к ответственности? Можно ли, да, привлечь к ответственности. И самое главное, а как это сделать? Смотрите, контрольная закупка, контрольная закупка. Это уже, ну, полицейские такие, прости. Ян Евгеньевич, порассуждайте на эту тему. Нам будет интересно, что думают об этом юристы. Кстати, вы сами-то гадали когда-нибудь? Ну, регулярно, да. Каждое Рождество. Чего себе нагадываете? Как правило, большие деньги всегда. Большие? Случается? Бывает, периодически. Поздравляем. Спасибо. И так, да. Да, и так. Ну, Лена, вот смотрите, насколько я... Есть еще Володя, есть еще отец Георгий. Понятно. Отцу Георгию в связи с тем, что в настоящий момент вокруг него происходят силы и терпение. Спасибо. Володю, приветствую. Ну, смотрите, я слышал, о чем речь вашей передачи. С точки зрения закона, на самом деле, все отношения, связанные с предсказанием, судьбы, гаданием, снятиями порчи с глаза и так далее, это все регулируется законом о защите прав потребителей и гражданским кодексом. Вот, а вы же у нас как раз специалист по правам потребителей. Пытаюсь. Значит, суть в чем, смотрите, если, на мой взгляд, вот этот квазиспециалист в области гаданий, предсказаний, снятия порчи и так далее, гарантирует вам какой-то результат от своей деятельности, например, излечение какой-то болезни, возврат загулявшего супруга, либо еще чего-то. Ну, фактически, конечно, может ставиться вопрос о том, что он обманывает своего заказчика, не доводя до него общую информацию о вероятности наступления того или иного события. С точки зрения закона, когда человек снимает порчу или с глаз, это примерно то же самое, да простит меня отец Георгий, что человек проходит обряд крещения в Русской Православной Церкви. То есть обряды сами по себе у нас законом не запрещены, любые, даже самые глупые и откровенно, ну, скажем так, с непонятным исходом в части снятия с глаза, порчи и прочее. Но, тем не менее, они законом не запрещены, и человек может заказывать подобного рода услугу, если он сам в нее верит. Это уже вопросы моральной нравственности, не закона. С другой стороны, если человек обращается к подобного рода целителям, предсказателям судеб и так далее, только потому, что они его обманывают, о том, что они могут чем-то ему помочь, то есть люди злоупотребляют тем тяжелым положением, в котором находится данный субъект, ну, это, конечно, во-первых, не морально, во-вторых, это преступление, на мой взгляд. Это чистая вода и обман потребителя, за это и соответствующая санкция Уголовного кодекса. Хорошо, Ян Евгеньевич, вот я понимаю, что вы уже ознакомились с Уголовным кодексом в том или в той или иной степени. У меня вопрос. Скажите, ну, наверное, никак не регламентируется. Вот я знаю по себе, я знаю наверняка, что человек, обладающий харизмой, определенными знаниями и богатой энергетикой, очень легко может навязать свое мнение, свою установку человеку, который тебе доверяет. Это любое состояние души может быть. У человека трагедия, у человека радость. Он очень ждет чего-то, легко восприимчив, именно на данном этапе. И я ему говорю, вот будет вот так. Ну, то есть представим, да, что я говорил. Лен, я слышал, о чем вошло обсуждение, на самом деле. Я с вами абсолютно согласен на том, что, да, некоторое такое квазипрограммирование может иметь место быть. Действительно, человек, неуверенный в себе, легко может прислушаться к мнению постороннего субъекта и, соответственно, все свои действия подстраивать под это предсказание, которое ему обещано. Вы знаете, я вот могу сказать, что такие вещи, я знаю это по себе. Одно время меня очень часто приглашали знакомые посмотреть, пардон, такая тема, мы уходим в кинологию, сколько щенков будет у собаки. Когда-то животные стоили крайне дорого. И о многоплодии, значит, у собаки, ну, то есть это благоденствие, благополучие семьи. Вот. И меня приглашали посмотреть. Вот. Я смотрела и говорила, вот сколько щенков. Причем я говорила даже, в некоторых случаях я видела даже окрас животных, которые находятся вот там внутри, в утробе еще, да. Вот. И я заметила, что каждый раз, когда я говорю, вот будет столько-то щенков, а роды не случались, потому что я ошибалась, каждый следующий раз у собаки рождалось то количество щенков, которое я говорила за год до того, и даже окрасы щенков с детальным описанием, там, белая собака с желтым пятном, там, еще что-то, вот, совпадало до деталей. И тогда я поняла, что, наверное, есть такая ситуация, как, знаете, на, вот, как это сказать, что это, отец Георгий, помогите. Мы говорили об этом. Я еще раз. Потому что интуиция. Да, у человека есть, наверное, какие-то у каждого могут быть, так сказать, сверхспособности, но единственное, что здесь страшная такая мина духовная, человек из себя начинает мнить нечто. Вот сразу появляется тщеславие, вот, из-за ним там следующий целый, там, гордыня, там, все вот эти вот. Не-не-не-не, тщеславие мне не страдало. Нет, я не то, что о вас конкретно говорю, вот, значит, но вот всегда, то есть, если даже у тебя что-то получается, где-то чего-то как-то вроде бы, надо всегда Бога благодарить, так сказать, и жить с великим смирением в этом плане. Вот, а так, и, конечно же, стараться вот эти вещи, как бы... Ну, вот здесь я поняла, я беру на себя Божьи функции, и я, понимаете, я что-то там прогнозирую, навязываю, да, людям и животным. И меня вот это сразу же насторожило. Это греховно. Вот, для меня это было греховно, по сути, вот, ужасно, да. И поэтому как-то вот я с этим довольно быстро завязалась, эта история. Ну, то есть, вот это вот наведение людей вот в эту стезю, заставлять думать их, вот, мозг в этом направлении работать. Я, когда уходили с эфира, например, я сказала, у меня приятельница, много лет назад ей было 20 с небольшим, ей гадалка сказала, что в 42 она умрет. И она умерла в 42 года, цветущая молодая женщина. Вот. И я считаю наверняка, что она все время держала в голове этот разговор, потому что мне однажды тоже сказали, и где-то очень близко вот этот срок, и что у меня будут сложные болезни, я, скорее всего, умру. Вот. И я это тоже очень хорошо помню, хотя мне было 20, ну, сколько, года 22 или 23 всего. И я это помню, я совершенно четко понимаю, что где-то я, наверное, в себе запустила некий механизм самоуничтожения. Вот это нигде не описано, и с этим, это, знаете, такое, с этим очень сложно бороться. Закон на этот счет молчит. Единственные, скажем так, вопросы здесь, наверное, имеет смысл анализировать вопросы морали, большей части. Хотя, с другой стороны, ну вот сидит у нас весьма уважаемый мной, во всяком случае, представитель Русской Православной Церкви. Да, конечно, Русская Православная Церковь относится с большим скепсисом к разного рода предсказателям, гадателям и прочее, прочее. Но, с другой стороны, ну, вот этот вопрос несколько по-другому освещается отцами Церкви. Святой Августин же сказал о чем? О том, что воля Бога творится руками своих, самих человеков. То есть в этой части, черт его знает. Просто тех, кто рецепт, его Богу больше. Не чертыхайтесь. Не буду, не буду. Хочу еще раз пояснить, я в передаче тоже это заострял, что, конечно же, есть люди с особыми дарами. И вот я просто говорю, от кого это дар? Или, как говорится, от Бога, или от дьявола? И большей частью, конечно, это великая редкость, когда Господь через кого-то приводит к чему-то, и в том числе... Даже, знаете, вот Серафим Жасаровский наш святой сказал когда-то, что Господь помилует Россию и, проведя ее сквозь великие скорби, приведет ее к великой славе. Он пророчествовал так. То есть, действительно, множество пророчеств наших святых сбываются и так далее, но это, говорю, что это единицы и единицы. Секундочку, давайте я прерву. Секундочку, позвольте. Позвольте, секундочку. У меня сейчас, вот мы попросили оператора, нас сейчас будут соединять еще с одной гадалкой, предсказительницей судьбы, и отец Георгий, и Ян Евгеньевич. Пожалуйста, послушайте и ваши комментарии по этому вопросу, вот если мы дозвонимся. Но там богатые расскажут прошлое, будущее, настоящее. Назовет имена друзей, врагов, избавит от одиночества. Там еще много-много строчек. Но так интересно знать, кто со мной дружит, а кто мне враг. Так, телефон, к сожалению, отключен. Давайте попробуем. Наберите еще один номер. У нас здесь большой-большой список. Большой, да? А разве это столь суть важна? То есть вот, смотрите, о программировании, да? Если ты человеку помогаешь, какая разница, на каком языке ты это делаешь? А если на марийском, значит, это счастье только для марийцев. Че ха-ха? Ну, не знаю. Ведь это так. Но некоторые слова на марийском языке, если положим, знают. Наши гости, разве я не права? Так, у нас идет звонок. Давайте послушаем. Попробуем разговориться. Ну, ждем. Сейчас такая проверка какая-то идет там. Откуда звонят? А может быть уже, это самое, может быть уже многие созвонились и сказали, слушай, хотя нет, маловероятно. В ближайшую минуту не бери трубку. Да, эти люди очень часто в себе находятся. Какое им дело до радио? Даже до их Москвы в Киеве. Ну что ж, мы сбросили звонок, потому что пока не берут трубочку. Но мы не оставим наши попытки. Давайте попросим еще, набирайте нам еще кого-нибудь. Давайте смс-ку пока озвучу. От Натальи пришло сообщение. Силы, к которым обращаются экстрасенсы, требуют платы. Этой платой может стать здоровье и жизнь наших близких. Наши предки приносили кровавые жертвы духам для исполнения желаний. Обратитесь лучше к Богу, считает Наталья. Правильно, но когда хочется срочно узнать, понимаете. Вот еще. Мы еще звоним. Давайте попробуем здесь. Нам уже несколько раз повезло. Надеемся, что... Алло. Да. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я, наверное, ошиблась номером телефона. Вообще-то я звоню по поводу вот там погадать. Почему ошиблись-то? Правильно все? А вы знаете, мы как-то, мы как-то так... Ну, вообще, мы привыкли, что обычно это женщины. Хорошо, я сейчас справлюсь с вами. А, постоянно такую фигню спрашивают. В Нижний Новгород, видите, там одни мужчины этим занимаются. А, там мужчины. Слушайте, скажите, пожалуйста, вот у меня, по моим ощущениям, у меня загулял супруг. Мы люди немолодые, в браке достаточно давно. Но, ну, как-то, вы знаете, ну, вот есть ощущение. То есть, вот карты Таро, да, вы гадаете? Все делаем, да, и гадаем, и мы уже возвращаемся в семью, да. А скажите, пожалуйста, во-первых, стоимость, во-вторых, как бы... Ой, хотелось бы узнать о некой... Ну, вообще, простите меня, да? Скажите, а как часто сбывается? Так на гадание дается гарантия 70% по законам Таро, да ведь. Хотя люди-то говорят, что и 100% сдувается. Это как это так? Слушайте, у меня такое... Законы, магии и гадания никто не отменял. По ним нужно работать-то. Гарантию давать именно по этим законам. Ой, слушайте. А, вот, смотрите, решение ваших проблем. У меня, допустим, есть проблемы с работой. Можно сделать решение о финансовой проблеме, тоже делается. Вы ко мне на консультацию приходите. Тут уже и поговорим. Ой, слушайте, вы ведь очень... Вы даже не знаете, что вам надо в нем, и это, и это, и это. Не-не-не, я знаю, я просто ошарашена количеством оказываемых услуг. Это первое. Второе. Я вас спросила, пацаны, образование, вот я к вам пришла, у меня вопросы с мужем, у меня вопросы, допустим, с работой. Вот, меня беспокоит, ну, судьба детей каким-то образом. Вот, это отдельно, прескуран как бы... Да, конечно, это все разные работы, это все равно, что хлеб, колбаса, молоко и, там, какой-нибудь помидорка, там. Поэтому вам надо прийти на консультацию сюда, и уже здесь будем решать, там, поэтапно, что вам надо, да, прежде всего, там, чтобы муж не гулял, там, с работой, там, с ребенком. Это сколько муж не гулял? Денег-то сколько мне, скажите. За консультацию 300 рублей. 300 рублей, а... Да, там уже, там уже, я расскажу, какая, что там, какая услуга, гадание 500 рублей. Ага. Вы сегодня вечерком позвоните, а сегодня вечерком прием будет, сейчас-то я пока уеду сейчас. У меня к вам вопрос, скажите, пожалуйста, но он, конечно, не по теме, вы по голосу такой молодой парень. Это просто у меня голос такой. А так-то вы... Это, это не важно, сколько мне, это постоянно, что, знакомиться хотите, у вас и так муж, дети, дамы, что, мне такие не нужны женщины. Не-не-не-не-не, нет, это чистое любопытство, что Господь с вами... Нет, это, это, я спалтую, вопрос сразу говорю, поэтому он снимается. Нет. Вам же помощь нужна, или какая разница, сколько вам есть? Я хотела узнать, простите, это у вас по семье, это врожденный дар, или где-то учились? Да-да-да, вы зайдите на мой сайт, у меня там все это написано. А, ну, я пожилой человек, с сайтами не очень. Да, у вас тоже голос молодой. Я не буду к вам приставать, в смысле, в эротическом. Я уж боюсь, разумываю, мало ли будете приставать. Не бойтесь, не бойтесь, у меня давно уже нет таких интересов. Ладно, в общем, проблемка-то какая, ладно, вы вечер в комнате сейчас можете подойти? Я перезвоню, да, давайте я вначале вам перезвоню. Давайте, да, часиков нет, шесть, позвоните, я думаю, что шесть-семь буду дома. А зовут-то вас как? Михаил, вас-то как зовут? Меня зовут Елена. Ага, ну, в общем, Елена, да, часиков, шесть, звоните. Хорошо, спасибо, до свидания. И что, гости в студии? Поразительно, вы знаете, я думаю, такое ощущение было, что на какой-то крючок уже попал. Вот он, давай, давай, приходите, приходите, разберемся, все абсолютно сделаем. Нет, ну, как меня он лихо, да, заподозрил в сексуальном маньячестве. Гости в студии. Какой-то заинтересованность лично. Алло. Нет, Ян Юрьевич отключился, давайте мы его еще попробуем наберем, потому что вот мне очень хотелось бы спросить, а в таких случаях что делается, заявление писать или так далее? Или мы попробуем связаться уже с представителями правоохранительных органов, у которых есть некая статистика. Ну как, лихо? Смотрите, там тетеньки, тетеньки еще скромно. Если у меня горло болит, то выражить не надо. А тут, смотрите, сразу же все, и пресс-курант. 300 за это, 500 за это. 300 рублей консультацию, 500 рублей уже гадание. Да, и руки свои грязные, тетка старая, от меня убери. Вот стартовая цена, и сколько там в конечном итоге набежит, накапает, непонятно. Забавная история, у нас есть звонок. Да. Ян Евгеньевич? Да, 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 простите, что у нас сорвался звонок. Вы слышали нас? Нет, честно говоря, нет. Жаль, очень жаль. И тогда все-таки у меня к вам есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как с этим можно бороться? Заявление в суд, в правоохранительные органы. Куда идти-то? Потому что вот сейчас вы не слышали, но молодой человек, он занимается приворотами, гадает на картах Таро, он решит проблемы мои, в том числе и с детьми, вот, он мне вернет, прости господи, моего покойного супруга, берется за все, консультации 300 рублей и так далее, там 500 рублей гадание. То есть вы уже сами понимаете, я доехала, уехала, тысяча рублей я уже оставила веселому молодому человеку, который утверждает, что в Нижнем вообще все мужики гадают. Это он у нас просто. Нет, только мужики занимаются. Только мужики занимаются этим. Вот, еще молодой человек посчитал, что я к нему пристаю. Вот, это, да-да-да, это в сексуальном смысле. Вот. Обалдеть. Нет, он очень разговорчивый, мы очень мило поговорили на весь город. Вот. И у меня к вам вопрос, что делать, Ян Евгеньевич? Куда идти? Как с ними бороться-то? В церковь идти. Ну, Яна, смотрите, до тех пор, пока вы не потратили... И ждать, пока их поразит? Господь, что делать? Смотрите, до тех пор, пока вы не потратили свои деньги и не поняли о том, что вы это сделали напрасно, впустую, и вас обманули, ну, что можно делать? Можно только включать логику и подобного рода гражданам, деятелям культизма не обращаться. Если все-таки вы попали в ситуацию, когда подобного рода человек вас обманул... Вы знаете, давайте возьмем, вот у человека есть трагедия, у человека есть трагедия, умирает любимый человек, умирает ребенок, умирает супруг, и здесь ты пойдешь на все. Я не знаю ни одного человека, у которых от онкологии не умирал бы близкий любимый родственник, я не знаю ни одного человека, который не обращался бы к так называемым бабкам. Все врачи туда же ходят. Одна мысль, вдруг повезет, уйдет человек, а потом ты будешь у себя на голове всю жизнь волосы рвать, и я не сделал все, что мог сделать. Люди идут хотя бы по этому. Лен, ну вот знаете, тоже бабки бывают разные. Бывают, я не знаю. Примеры могу сказать. Бывают и молодые детки, оказывается. Нет, я понимаю, потому что у меня родственница, бабушка, занималась тоже профессионально свидетельством, назовем так, травками пользовала людей и прочее, и вороты с глазами снимала, но она говорила следующую вещь, о том, что никогда подобного рода действия не плачиваются. Она говорила о чем, что если человек скажет тебе спасибо и поблагодарить тебя потом чем-то, денежкой, добрым словом, еще чем-то. Продуктами питания. Это в деревнях такие старушки были, но сейчас, по-моему, же нет. Ну, Лена, вот если это ставится на коммерческие, скажем так, рельсы, то, простите, когда люди должны требовать договор о том, что, дорогой товарищ, давай, что ты берешь на себя обязательства вернуть моего погибшего родственника, каким-то образом излечить кого-то и прочее, прочее. Ну, а после этого, простите, нужно только в милицию уже бежать, в полицию, простите. Почему? Потому что, простите, медицинского рода деятельность, она у нас строго лицензированная. И деятели от оккультизма в настоящий момент, мало того, что обманывают людей, они еще зачастую просто лишают людей возможности получить нормальную медицинскую помощь. Как приходить со скрытой камерой, со свидетелями, если мы были вдвоем? Мое слово против слова человека, который меня обманул. На это, собственно говоря, и расчет просто, понимаете, Лена, лучше, конечно, как-то пытаться документировать свое общение с данного рода товарищами. Ну, это уже, то есть мы говорим уже, выходим на уровень контрольной закупки. Ну, фактически, да. Да, то есть мы пришли, написали заявление, понимаем, что нас обманывают. Я к мне память не изменяю, это где-то недалеко года полтора-два назад один из таких уже пророков был осужден к достаточно большим срокам лишения свободы. А, это когда обещала скрестить из мертвых? Да, 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 да. Да, очень интересно. Я видела одного такого пророка, звали его Лонга. Ну, то есть человек с обыкновенной русской фамилией, назвал себя родственниками великих магов и даже снимал фильм о том, как он оживляет покойных. И перед смертью признался, что это был трюк. Безобразие, конечно, чудовищное. Я всех обманул так легко и просто. Ян Евгеньевич, спасибо вам большое, мы вас услышали. То есть, если вас обманули, если вас вот обмешулили, если гадалка вам наобещала, не исполнена, не надо сидеть, ронять слезы, надо идти в полицию. Конечно. Ваше мнение. Другого варианта просто нет. Другого варианта просто нет. Напоминаю, у нас на связи был Ян Евгеньевич Чеботарев, а сейчас после перерыва мы ненадолго уйдем, попробуем связаться уже с правоохранителями и услышим их точку зрения. Есть какие-то цифры по этому поводу? Да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжим? Не так много времени. Продолжим, более того, мы входим в завершающую фазу. Очень жалко, что вы нам не звоните и очень скромно с нами переписываетесь, потому что действительно, видимо, людям стыдно сказать, что они приходили, обращались и так далее. Вот. Ну, я не знаю. Я понимаю, что это греховно. Я понимаю, что это греховно. Но очень часто невозможно удержаться, чтобы заглянуть в будущее. Вот. Что будет, как будет. И наладить как-то жизнь свою. Наладить как-то жизнь, да. И нет. И если ты получаешь положительный, хороший ответ, ты услышишь именно то, что ты хочешь услышать, что и у дочери будет всё благополучно, и родители ещё поживут у тебя и так далее. Вот. То есть настроение. Настроение, которое ты приобретаешь, покупаешь себе за деньги. И, в принципе, где-то достаточно часто есть попадание. Ну, вот мы не услышали, да? Звонили, говорили, что всё интересно. Ну, согласитесь, ну, приходит человек вот к этому специалисту и говорит, слушайте, у меня что-то порча. Вот специалист скажет, нет у тебя никакой порчи, иди отсюда. Вы там действительно никогда не были. Никогда не были. Я просто знаю, ты приходишь ещё, род не открыл, тебе уже говорят, на тебе порча, на тебе уже сглаз, на тебя уже это самое. Но вы знаете, однажды, используя вот таким вот образом все свои... У меня умирала собака. Вот. И я решила до конца попробовать всё, и я поехала к бабушке, про которую говорили, что она лечит животных. Вы знаете, у собаки был тетропорез. Она парализованная была полностью, это последствия чумы. Но вы знаете, когда бабушка с ней поработала, собака встала и своими ногами вышла из дома. Этого не может быть. Я видела это своими глазами. Собака вышла из дома. Потом она, правда, упала. Снова упала. Ну что ж, у нас есть звонок? Алло. Алло. Наслышите? Да, да, да. Представьтесь, пожалуйста. Иван Николаевич. Да, слушаем вас. Вот, хотя я слушал вашу передачу, так всё внимательно, интересно. Вот. И хотел рассказать у меня в жизни такая вот история была. Мне было 12 лет. Вот, жил я на севере. Вот, а там вообще-то шаманизм, это все гадания. И вот как-то приехали монахи к нам в церковь туда. И где этих монахов? Вот он был такой старенький дедушка. И он, значит, вечером как-то сидели с ним, разговаривали. Он как-то будущее предсказал. Как наша страна будет развиваться. И вот, значит, представляете, мне было 12 лет. Это был 1972 год. Потом предсказал, что советская власть распадётся. Год, число, примерно, я назвал это время. Что нас ждёт в дальнейшем. Представляете, в 1972 году я уже об этом знал, что советская власть не будет. Я даже за это как-то раз пострадал. Говорю, вот видите, был такой монах у нас в гостях. Говорю, предсказал будущее. Он предсказал, что, значит, насчёт конца света там, значит. И что самое интересное, я ему задал вопрос такой интересный. Я говорю, ну вообще, будет ли расцвет в России когда-то? Он говорит, будет. Но надо теперь жить в 18-й год. Это вот 8-й год у нас. 18-й, то есть в 18-й год надо пережить. Вот это, я так понял, видимо, связано с приходом инопланетян. Я так уже... Домысливали уже. А? Домысливали сами уже как-то, да? Нет, он так сказал, что будут пришельцы, придут к нам, что надо к этому готовиться, что страна у нас не готова к этому будет. Будут много жертв из-за этого, значит, ничего не навредят нам. Сказал, что полетят они со стороны Солнца. Ну, значит, всё убедительно так это не рассказывали. Сказал, в каком году я умру, что я прожил 75 лет всего. Вот. Ну, что он мне нагадал, не нагадал, а рассказал я так. Он не гадал, а рассказал, короче. Всё это сбывается из день в день. И вот про эту комету он рассказывал, что упадёт когда-то в Челябинском. Он мне сказал, в районе где-то там северного Урала упадёт она. Что, значит, перед тем, как придут инопланетяне, что интересно, он сказал, что на храме Господнем не загорится, не зажгётся огонь. Вот, знаете, там каждый год зажигается огонь. Да. И если в этом году его не будет, там, понимаете... Это пасхальный не обжигающий, да? И как только он не загорится, то что? Да. Вот, я думаю, уже с падением этой кометы, не знаю, Бог его знает, конечно. Но вот 18-й год, вот считается примерно где-то вот в это время, вот, со стороны Солнца, значит, полетят к нам друзья. Друзья инопланетяне, что мы должны быть готовы, что у нас не будет электричества. Ну, понимаете, к этой беде вообще готовиться надо, понимаете, к пришельцам. Это рано или поздно всё равно произойдёт, поэтому они уже были у нас на Земле. И поэтому, мне кажется, это надо... У нас вообще, по-моему, система не готова к этим вещам. Ну, это уже, да, это ваше уже предположение. Мы услышали... Нет, почему предположение? Нет, я просто рассудил, понимаете, вот как он говорит, что... Рассуждение, предположение. Нет, рассуждение. Он говорил, что будут, понимаете, жертвы большие, связаны с тем, что паника будет, понимаете? Людей надо готовить к этому, как себя вести в этих ситуациях. Как вот себя вот... Потому что в ретространстве работать не будут, связи не будет никакой, потому что всё это заблокируется, если точно... Спасибо вам большое, извините. Иван Николаевич, спасибо, мы поняли вас. Спасибо, не так много времени у нас, да. Извините, я вынуждена вас прервать, потому что я наверняка знаю, что картинки апокалипсиса... Очень многие нездоровые люди хворают, люди сейчас весеннее обострение могут спроецировать на суть происходящего. Мы услышали историю, эта история достойна, и могу подтвердить, что я в жизни сталкивалась с большим количеством людей. Которые рассказывали о том, что будет в будущем, причём так вот утвердительно. Я видела и знаю много людей, которые в реальной степени обладали знаниями подобного толка. Они действительно на них не акцентировались, не возвеличивались. То есть человек, которому это дано, к дару своему относится, во-первых, очень скромно, а во-вторых, с очень большой осторожностью, потому что ты понимаешь, что когда в тебе есть нечто, что другим непонятно, этим надо распоряжаться очень аккуратно. Ну вот у меня нет основания не верить тому, что человек рассказал, так бывает. Я знаю людей, которые видели своими глазами изгнание бесов, то есть процедура экзорцизма. Вот, то есть человек вот просто видел это, перед ним всё это происходило. Много, есть много странного, да, друг Гораций, что-то на свете, есть много странного, что непонятно, непогласно нашим мудрецам. Гамлет говорил, не могу сразу вспомнить цитату. К сожалению... Мы не смогли связаться, да, с представителем УМВД, но всё-таки мы... Да, потому что человек уже занят, но дал нам ответ. Но мы говорим о Сергее Баранцеве, да, это руководитель пресс-службы УМВД по Кировской области. Так вот, за 2012 год он привёл следующие данные. В прошлом году в поле зрения полицейских попадались вот такие шарлатаны, но это всё, как мы их называем, лица цыганской национальности. Было 80 случаев мошенничества, которые проворачивали цыгане. Молодой человек, который назывался Мишей. Да. Около половины этих случаев... Он как-то там бедцыганщиной. Из 80. Наверное, там не было вот этого. Это снятие порчи. Понесли эти люди наказание, это по статье кража либо мошенничества. А, то есть есть и прецеденты, и их немало. Есть, есть. Поэтому, если вы стали жертвой мошенников, действительно, в органы, на контрольную закупку напрашивайтесь. Отец Георгий, я видела по вашему лицу, видела вот по вашим и внутренним движениям. Когда вы слышали голоса вот этих людей, предлагающих услуги, внутри вас происходила внутренняя борьба. Скажите, что вас поразило больше всего? Это не то, что как бы внутренняя борьба, но некое удивление, потому что я как-то с этим, честно говоря, ну, не приходится часто сталкиваться, тем более эти объявления где-то читать. И ведь, я знаете, когда вот сейчас увидел в каком это количестве, и как, так сказать, на какой-то уровень такой профессионально всё это поставлено... Расценки, всё, спокойно. Мне как-то вот неприятно стало в том контексте, знаете, что всегда вот слово такое апокалипсис, которое... у нас даже передача с вами была, как-то об этом говорили. Да, мы говорили об этом. Вы нас тогда, кстати, успокоили, это начиналось, знаете, такое немножко уже сумасшествие, что вот конец декабря, конец света, и всё, и вы сказали фразу, которая меня потрясла, и я успокоилась и спокойно, потому что Господь сказал, да, никому не дадено знать конца-то, собственно говоря, а если мы про неё знаем, значит, уже, извините, уже... Но нужно готовиться. Так, и что вас потрясло вот именно с апокалипсисом? То, что, видите, всё-таки апокалипсис, так как раз он и предусматривает, что многие придут прельщать вас, вот это есть вот. То есть когда вот... Не знаю, конечно, тут очень сложно говорить о каких-то датах и цифрах, но неприятно то, что ведь вообще святая церковь наша православная, она пытается как бы смысл апокалипсиса как бы отодвинуть, чтобы мы были правильнее, благочестивее, жили в любви. И тогда как бы это всё будет уходить от нас дальше по срокам и по датам. Но когда мы видим вот то, что происходит в обществе, что там, допустим, мне сейчас спасли эти, когда там однополые бараки возникают, в Европе реализуются. Нет, а точно вот там предвестники апокалипсиса, что это? И сейчас вот многие придут прельщать вас, вот это тоже как раз вот одно из предвестников, то есть вот этого вот. И когда вот это всё слышишь, видишь, когда уже это вот прельщение встаёт на такую, так сказать, коммерческую основу, из чисто такой промышленной рейсы практически, вот здесь вот это становится как-то неприятно от этого. То есть и, видимо, мысли, что вот действительно мы, церковь не слышна бывает у людей, люди клюют на вот эти-то все, так сказать, вот эти вот все позывы, призывы, так сказать, и вот все эти прельщения, вот это, конечно, становится страшно. Я просто, раз в эфире, я бы всё как священие призвал, что... Вы сказали, как признаки апокалипсиса, вот, а что вот это вот стирание вот очевидности между полами. Границ между полами, да. Ну, я говорю, апокалипсис, это же отдельная передача, мы с вами говорили об этом, но вот как вот сейчас, когда вот сразу всплывает то, что это один из признаков того, что вот многое... Какая-то вещь была. А что делать, подождите, ну я же сказала, что погадать, сходить в гадалки, там, колдуньем, колдуньем называем этих бабушек, ребёночка сносить от какой-то там щетинки, от грыжи и так далее помогает. От этого надо уходить. Ну вот как уходить? Вот скажите, у меня дочери, ей было 4 месяца, она упала с кровати. Она очень быстро, вот она очень рано начала говорить, 4 месяца у неё полезли зубы, она заговорила и поползла. Она упала с кровати, отнесла её к бабушке. И вы знаете, и со следующего дня, со следующего дня, знаете, как мамы мучаются, когда ребёночек по ночам плачет. Это же король людей всё. Вот я сходила к бабушке, это знакомая у меня бабушка была, а она что-то там с ней подела, там, помолилась какую-то, что-то она там читала, но это же не афширует. И у меня с этого же дня ребёнок засыпал в 8 часов вечера и в 8 утра просыпался. Я была счастливой матерью маленького ребёнка, я спала ночью 12 часов. Ну, слава богу, я не могу до конца всё это прокомментировать, но я знаю одно, что у нас масса детишек приносят на причастие каждое воскресенье чаще. И вот когда я, бывает, говорю с мамами, а чё ж вы так часто ходите на причастие, значит, это самое, вот, вроде бы, как бы, у нас ведь всё-таки, особенно детишек, они же причащают без исповеди, они говорят, а вот действительно, мы как бы здесь на причастие, так сказать, не сходим там 2-3 недели, у нас начинаются с детьми вот, ну, как бы, некие проблемы. И это я слышала. Вот, и так что я думаю, что механизмов, чисто благих механизмов, так скажем, правильных механизмов, их, они есть, существуют, и всё-таки вот бросаться вот в этот омут, я думаю, что это очень опасно. Это не стоит. Ну, что же, звучала наша мелодия? Результаты опроса. Самый востребованный ответ. Шарлатаны и обманщики. Все эти люди, предлагающие услуги гадания. Всё-таки много у нас православных. Отец Георгий, спасибо вам огромное, что вы сегодня у нас были. Мы заканчиваем эфир. До свидания. Прощаемся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова